здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю всех кто поддерживает мой канал продолжаем расследование смерти академика бехтерева который имеет один почерк со смертью юрия шатунова это пятая часть по воспоминаниям вениамина додина человека который незадолго до своей смерти за три года именно 2011 году решил опубликовать свои дневники и там ошеломляющая жуткая информация о том что творила академик штерн под прикрытием цикубу под прямым прикрытием калинина про детский латвичский дом номер два на новой басманной который был расформирован только в 1940 году и возможно все эти темы омоложения и происходили до этого 1940 года я вам здесь покажу как я работаю над этим материалом как я его проропачивала игры сразу мне не удалось понять что я видела эту информацию впервые многие названия как санупр это тоже как бы впервые но вот в жизни не приходилось мне с этим сталкиваться уж тем более со всеми этими еврейскими фамилиями даже цикубу я не знала как ты не обращала внимание было не до этого решилась на каждом на каждом буквально листке делать пометки такая была работа на хочу сказать что это очень интересная работа и я не пожалела о том что залезла в эту кроличную нору потому что намного открывает глаза на время вот давай до военное время советское становление пока страна со славой в цехах звеня страна встает со славой на встрече дня а тут вот в темных норах творятся всякие такие делишки но это всегда было всегда было на ну как всегда то время когда на планете появились будто эти непонятные существа которые стали уничтожать планету и ее истотное население людей человеков белой расы что вот такая работа и это не все потому что эта работа дала дополнение но я не знаю буду ли я поэтому делать фильмы дополнение по материалам все она пошло дальше она вышла и на булгакова не знаю пока пока она как бы не не привела меня какой-то идея возможно это будет сделано позже мы продолжаем изучать дневники бениамина залмановича додина смотрите предыдущей серии чтобы было понятно по крайней мере 4 серия по этим дневникам и еще несколько фильмов которые я делаю уже полгода как погиб юрий шатунов и в общем то вот эти все полгода я занимаюсь расследованием его непонятной смерти ну как принципе нам-то все понятно по большому счету очень все понятно чем людям все понятно но непонятно правоохранительным органам и следственному комитету но якобы непонятно на самом деле им тоже все прекрасно понятно но просто что называется как они говорят таких случаях нет такой задачи то есть те кто выше их те от кого они зависят им прикрыли рот и сказали чтобы они этими делами не занимались это было сто лет назад с бехтеревым и то же самое происходит со смертью шатунова и кузнецова так вот продолжаем изучать этот дневник и остановились мы остановились мы вот на этом месте конечно бабушки он рассказывал все поэтому восстанавливаю их в ее пересказе александр иванович замятин кстати про александра ивановича практически нет никакой информации есть его есть его материал его докладная в интернете на 26 год о состоянии врачебного санитарного состояния в красной армии больше ничего и так александр иванович говорил что только что обосновавшийся в москве линии соломонов не тотчас были представлены с самим симашка закрепленные за ней все трое минжинских читай держинских софи сегизмундовна тоже деятельница и феликс эдмундович клара цеткин розалия самой лова залгин самой лова землячка ян фрицевич фабрициус и валериан владимирович куйбышев то есть вот она за ними была как доктор закреплена кстати насчет вот жены держинского софи сегизмундовна вот додин намекает что она тоже тут очень такая деятельница и что она с чем-то вот с этими нехорошими делами связаны я очень сильно сомневаюсь по поводу самого феликса эдмундовича за все время своей жизни я ни разу в нем не усомнилась вот ни разу я считаю что это кристально честный человек держинский был и он не мог участвовать вот вот в этих делах и может быть именно его скорая смерть а он умер как ни странно тоже от инфаркта вот любят они эти дела инфаркты как говорил жириновский знаем мы ваши инфаркты да вот он тоже умер от инфаркта и держинский так как раз наладил все дело с беспризорниками после первой мировой и после всех революции гражданской войны их миллионы было и он эту работу выполнил поэтому держинский здесь я думаю не причем а вот то что возможно ему помогли уйти жизни пораньше чтобы не мешался со своей вот правда и со своим чистыми руками горячим сердцем и холодной головой и по честное слово когда он отпускал то есть вот он верил в честное слово кстати какой уровень доверия и какой уровень благородства в этом человеке поэтому значит возможно ему помогли вот пока не исследовал этот момент но возможно и здесь информация по держинскому тоже так же как-то выплывет как вот с бехтеревым вот благодарю вениамина додина за этот честный и мужественный рассказ ну так вот значит получается что осимашка он с ней был знаком еще в швейцарии то есть там швейцарии было русское гнездо там была жена максима горького пешкова и они там осимашка там тоже тусовались какое-то время перед революцией поэтому они друг друга знали вот семашка и ее тоже знал вот они ее приглашают и дальше замятин полагал что она уже тогда представляла что от нее хотят то есть получается что вениамин додин считает что замятин тоже уже был в курсе то есть заниматься вот этим самым омоложением этой стареющей элиты понимаем что держинский не попадают он 20 26 году погибает от инфаркта ну и здесь получается еще и куйбышев засветился додин вот он и всех всех прописывает замятин полагал что она уже тогда представляла что от нее хотят но верил что урок преподанные медиками женевы пошел ей на пользу допуская однако что ей придется трудно иностранка она не знакома с некрасовым в честь и закон мое желание кулак моя полиция из гелировским тьма власти верху ей трудно будет разобраться в главном но товарищи по партии здесь помогли все те же вездесущий рейн тот самый рейн который вспоминаете который находился с бертой яковлевной бехтеревы и второй женой бехтерева их train который находился почему-то у смерти умирающего бехтерева и правнучка бехтерева она задавала вопрос а что собственно говоря он там делал вот этот рейн арен это первый человек калинина и черномордик с инспектором замятинского ведомства глав сан опра красной армии вот он вот он у нас здесь выплывает глав сан опра красной армии популярна не церемонись но по секрету они посвятили елену соломоновну в присущую моменту специфику санкций исторически приняты и неукоснительно практикуемую в товарческом круге старых большевиков естественно в тех редких случаях когда отдельные коммунисты игнорируют священную обязанность прислушиваться к мнению своих руководителей вот он здесь прямо намекает что неугодных тех старых большевиков которые к этим не в тренде становятся или у них какое-то свое особенное мнение и они начинают слишком мешать ну вот здесь их надо потихонечку с помощью медицинских средств устранять ну что и получается что делать то врачей у нас в общем то не на пустом месте было получается так хотя нам потом пытаются представить что эти ребята которые работали вот верхушках власти что они белые пушистые белые лебеди додин нам прямо говорит нет не белые лебеди да виновная прямо говорит имел право говорить потому что знал всю эту кухню изнутри потому что с из клана такого что всей вся его родня крутилась там очень серьезные люди очень серьезные люди и он все-таки бросил им вызов он пошел против них но всю жизнь молчал получается так всю жизнь молчал вот только за три года до смерти он решился опубликовать эти дневники в интернете в открытом доступе причем это не за это не надо платить каждый может зайти и ознакомиться с ними это серьезный вызов этому клану ответственность само собой предполагает и орг выводы если ее манкируют но вы понимаете ли на соломонов на вкратче во втолкового есть ламон и савич черномордик такие крайности редки но имеют место например ну совсем недавно с товарищем котовским из фрунзе тремя годами раньше с товарищем кому печально конечно что поделаешь или вот совершенно уж недавно тут совсем 25 августа уже за рубежами страны в америке с известным вам товарищем хургиным да да и с ним и не с ним одним они вдвоем ага ага с товарищем склянским печально весьма кстати вот это тот самый предыдущей серии как раз я говорила кто такой хургин этот торг предства торг предства с америкой вот через через кого делали все торговые операции 1 советская власть потому что не было еще дипломатических отношений страну не признавали и вот через вот через них и через склянского там происходили эти вещи и хургин со склянским они в этот момент там был там был маяковский опять-таки повторяю вопрос непонятно что там делал маяковский в этой америке в это время вот они там погибают тонут как бы на озере на котором за сто лет кроме них никто больше не утонул такой вот монолог молча без вопросов к докладчику выслушала наша лина соломоновна не иначе не хуже черномордика осведомленная подробностях о формах ответственности в товарищеском круге ее партии мне неизвестно рассказывал александр иванович заметен знала ли лина соломоновна своего словоохотливого гостя думаю что тоже была наслышана про его интересную биографию тем более биография врача и более того профессионального революционера с 1902 года поучившись на естественно математическом в мгу он перевелся на медицинский факультет диплом врача получил 1914 пропал куда-то 21 вынурнул заведующим курортным управлением южного берега крыма поднялся в директора музея революции 1922 24 для директора музея его роль в управлении южно в разъяснительной работе со штерн знаменательна был слух и никто его пока не опроверг что к маяковскому поселившимся 30 июля 1925 года у хургина в нью-йорке домер номер три по пятой улице это вот только то что я только что говорила наведались какие-то друзья гриша канер сломоном черномордиком ну конечно тогда здание сгорело дотла сказал бы тут воланд и был бы прав после появления двух наших героев и одного поэта склянского и хургин сгорели но утонули лонг-лейк тоже дотла по сей день ищут их кости сгорели и как бы пропали получаются исчезли утонули с концами вот еще раз говорю на этом озере больше никто не тонул кроме вот этих двух товарищей естественно это все повесили вот из-за камера повесили тоже на сталина якобы это заказное убийство заказал их якобы сталин потому что склянский и хургин это были люди троцкого но настали на очень много чего повесили это вообще отдельная песня надо будет тоже подключаться наверное всему народу чтобы снимать все эти наветы потому что его просто палили и буквально там два-три историка которые бьются вот с архивами и говорят но и голос очень мало слышен надо народу всему подключаться снимать вот эти все поклёпы с иосифа виссарионовича потому что может быть да он в чем-то может быть участвовал я не знаю но то что я лично с чем столкнулся это однозначно поклёпы но хотя бы в этой форме хотя бы додин снимает вот обвинение в смерти бехтерева что точно уж сталин никакого отношения к смерти бехтерева не имеет и он четко показывает а кто имеет и все молчат и помалкивают и продолжают врать что якобы сталин заказал бехтерева из-за того что он назвал его параноиком сухоруким параноиком вот это ложь 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 вот они вот эти вот убийцы они сами в общем то придумывают они свои преступления все повесили на сталина поэтому и в данном случае с убийством склянского и хургина тоже надо сто раз перепроверить очень внимательно все перепроверить ну и с маяковским что он там делал маяковский почему он там оказался самое бы время и место поверить целомудрия лины соломоновны и злокозненность экс-директора музея черномордика ларионова с компании сходу и насмерть застращавших бедную девушку обнажив перед ее невинностью страшный механизм с помощью которого ее все непременно изнасилуют напугал бабу мудями парировала уже старости екатерина васильевна ноги гельцар это балерина большого театра это тетка додина мое очередное сетование много пережившего человека за всю сложной ситуации в которой когда-то оказалась лина соломоновна если хочешь знать заключила она наш разговор я эту суку наблюдала как партерную блоху и скажу тебе ее способности действовать что что никогда не опережали умение соображать она наперед знала куда попала в 1925 году и зачем и не понаслышке представляла нехитрую систему перегонки своих коллег с утилизацией их на гумус по твоему самойловичу ты забыл как она и тебя к тому готовила подумать только что лишь через десяток лет после смерти тетки есть первых рук узнал что не понаслышке все это тоже знали все эти раланы их вангеры кюри барбюсы шоу эренбурги и прочее все тридцатые годы они сытно отоваривались парижским банкиром леонидом александровичем скоблинским будущем моим сослуживцам вот кстати кто такой леонид александрович скоблинский мне не удалось найти и здесь дудин ставит такое многоточие будущем сослуживцам значит за этим тоже стоит какая-то история но это получается это уже следующее может быть информация придет и об этом однажды было это верно году в 1972 а злился он на меня за мою занудность видите ли не понравилась ему моя попытка дифференциации упомянутых прогрессистов по прогрессивности прогресса скоблинский скинулся по стариковски хули мне их окрас если я весь гадюшник этот кулем скупал как воблу все хороши наезжали неназойливо и пользовались услугами твоей штерн отлично представляя откуда что берется у этой сволочи с 1921 года по 1930 был скоблинский нач полито дело особой дивизии в чк у гпу нквд вот она вот у него какой пост был а с 1930 по 1940 по самый час когда танки вермахта ворвались париж исполнял обязанности секретаря партбюро советского банка в столице франции светлая память о нем по сейчас перманентными скандалами трясет европу нет нет да и поминающие своего щедрого оптового покупателя он то все как есть знал ну вот собственно говоря закончился этот дневник по теме смерть бехтерева я ним вениамина залмановича додина 2011 году напечатано это все есть 1 1 комментарий уважаемый вениамин залманович признаться просто в оцепенении после прочтения ваших воспоминаний не то чтобы не верю давно верю что они на все способны но вы разворошили самый настоящий мерзкий гадюшник которым оказались русские интеллигенты независимо от их национальной принадлежности не хочется восклицать что прав был господин ульянов назвав русскую интеллигенцию так как назвал ведь были же и не скурвившиеся устоявшие сохранившие себя и потому не имею права делать тотальное обобщение я надеюсь что у вас есть достаточно оснований для таких страшных обвинений скажем льву разгону и прочим наверное об этом надо говорить но как-то жить от этого всего тошно и вот это здесь заканчивается но естественно не заканчивается история с леной штерна ведь вся история пошла дальше и стала разворачиваться тоже очень интересным образом и они писали не только додин но и другие люди писали но естественно никто не написал того что написал додин он первый это смело так раскрыл вот именно с этой стороны именно с детдомовцами теперь у меня возникает вопрос а почему собственно говоря он решил спасти репутацию бир бехтерева вот вот так вот взял и просто вот всех этих лжецов просто их размазал по стенке можно сказать конечно вот смотрите с 2011 года находится в интернете это проза его додина и никто не говорит никто ни разу эту тему не поднимал но ведь удивительно удивительно 11 лет в интернете это находится в открытом доступе и занимались исследованиями бехтерева и его потомки занимались и его правнучка писала книгу в 2019 году и не вышла на эту информацию либо побоялась ее показывать просто намекнули вот например они рассказали четко что в семье все считали что виновна виновна жена бехтерева в его смерти берта яковлевна аре бехтерева аре это ее девичья фамилия она тоже латышка она была связана с рихардом рейне который был первым заместителем калинина то есть его первым человеком исполнителем вот они уже вот эти латышские вещи ее репрессировали в 37 году именно за связь с латышской разведкой что она работала на латышскую разведку это уже обнаружили в архивах потомки бехтерева и вот почему додин именно бехтерева вот сделал вот такой подарок можно сказать потому что если бы он этого не написал то пришлось бы очень сложно оправдывать отмывать что называется память бехтерева да и сталина в том что не бехтерев не говорил что сталин сухорукий параноик он во-первых его не консультировал как выяснился додин четко сказал да и потомки в книге писали что не было этой консультации не мог он его консультировать он просто с ним не виделся сталин с ним не встретился не было этой консультации значит не говорил он ничего подобного но это же этот миф продолжает развиваться и вот радзинский совсем недавно два месяца назад опять повторил этот миф то есть они все равно в наглую повторяют повторяют то чего не было и обвиняют в этом сталина потому что им нужно было оказывается оказывается в то время когда создавался этот миф им нужно было представить сталина именно сумасшедшим именно параноиком для того чтобы его оболгать вот с этой еще стороны и отодвинуть от власти не просто отодвинуть а вот еще и представить его вот таким вот сумасшедшим это же вообще класс то есть это такие и иезуитские их выверты мозговые и что же с бехтеревым оказывается я нашла информацию ну у того же додина и не только у него мне пришлось перелопатить огромное количество мемуаров в том числе что бехтерев еще в царское время где-то в 1900 годы в русско-японскую войну он очень помогал матери додина а мать додина она была хирург и она можно сказать была у строитель красного креста в россии то есть она занималась помощью лазаретом помощью раненым и в том числе иностранным раненым которые попадали оставались в россии и сал ну и просто раненым в во время военных действий еще она работала с белогвардейцами на украине в первые годы когда еще советская власть на украине не было не было установлена там чего только кого там только не было это у нас булгаков дай обо всем этом говорит очень хорошо рассказал и вот по всей видимости благодарность том числе бехтереву том что он помогал его матери и додин сказал открыл эту правду он отмыл его бехтерева и отмыл сталина хотя он не является сталинистом он антисоветчиком был у него были все основания не любить советскую власть потому что он принципе пострадал родители его погибли а он был ребенком а родители для ребенка не всегда они всегда самые лучшие и никто же не хочет считать что за дело может быть было то есть были какие-то основания никто же не знает мы не проверяли этого но вот то что написал то написал написал по всей видимости по на мой взгляд очень честно и очень смело но долго молчал долго молчал хотя вот как он пишет что все это знали все знали и молчали посмотрите сколько всего сколько народу знало что происходит в этом том числе санатории узкая подводя итог этих пяти серий да и предыдущих как смерть бехтерева связано со смертью шатунова а также высоцкого что открыл додин то что есть спецврачи которые курируют всех высокопоставленных людей а также очень значимых в социуме людей если эти люди становятся неугодны мафии мировому кагалу мешают или становятся опасны с точки зрения раскрытия информации то к ним поцелают неких знакомых из ближнего круга и доверенных лиц которые могут поднести яду а а потом появляются врачи скорой а те врачи которые пытаются спасти жизнь устраняются и человек отправляется в мир иной мой вывод что и бехтерев и шатунов поплатились за то что собрались обнародовать серьезную информацию связанную с пропажей детдомовских детей из которых могли делать уколы красоты для элиты а также и другой страшный бизнес который я не могу здесь в ю тубе называть но частично озвучила госдума о запрете продажи детей от суррогатных матерей иностранцам чтобы исключить именно при преступления над детьми педофилию так далее то есть и госдума ждала 30 лет чтобы хоть чуть-чуть перекрыть поток этим преступлением знали и молчали и кузнецов объявил за день до смерти что поведает миру то что знает с именами и фамилиями то что связано с дедомовскими детьми я полагаю и тут же появляется женщина с цветочной фамилии и кузнецов погибает и все бехтерева отравили и тут же сожгли как и шатунова никто не собирался расследовать это дело детям бехтерева которые было заикнулись что что-то не так тут же пригрозили плюс оба убийства и бехтерева и шатунова привязаны к масонским числам а у шатунова по жизни просто шлейф этого масонства во всех клипах если понимая то что мы знаем сейчас то в песнях шатунова все сказано если он говорил что зашифровано то сейчас мы понимаем эту шифровку там все понятно о чем он поет и белые розы его в том числе он поют о несчастных дедомовских детях который использовал этот страшный бизнес после развала советского союза запустил это все горбачев он раскрыл и поэтому его очень любили в голливуде и вот тогда этот фильм и эту серию мы заканчиваем но про санаторий узкой надо значит сделать отдельное видео потому что у нас есть информация по книге кира блучева и дальше по линии штерн надо обязательно сделать и как там развивается дело врачей а также еврейский антифашистский комитет где были все участники расстреляны кроме лины штерн надо же тоже сказать об этом почему именно там опять сталина приплели и каким образом это было связано и с крымом захватом крыма вернее как желанием как в этом участвовала жена молотова потому что нам говорили что вот ее тоже просто так не за что посадили да нет за что за оказывается за что и получается что и жена молотова полина жемчужина и лина штерн они были знакомы они были знакомы и что там какие там еще дела наверное это еще предстоит на что много чего в архивах и это все еще пока засекречено ну и конечно засекреченные грозбухи того же самого патологоанатома абрикосова которым говорил додин который ему лично показывал эти грозбухи где и кого и как они убирали из старых большевиков значит получается додин подтверждает что дело врачей то не на пустом месте как опять пытаются представить что якобы не было ничего хорошие ребята да нет занимались они этим и подписку они давали и убирали они неугодных все это было а что сейчас этого нет и сейчас это есть но в общем вот такая вот такая информация сложная может быть неприятная жуткая но это как болезнь если ее загонять в глубь и делать вид что ее не существует не поставить правильный диагноз то она просто уничтожит весь организм раз пришла эта информация раз додин решился один единственный человек раскрытие то значит пришло это время значит пришло это время на этом пока до свидания всех вам благ с вами была галина кунашева я пока ничего не говорю про новый год потому что кто-то отмечает кто-то считает что не надо нам отмечать этот этот праздник что у нас свой праздник новолетия это весенний праздник но это уже каждый у кого как в любом случае желаю вам хорошего настроения бодрости смелости духа твердости потому что сейчас идет противостояние добра и зла это очевидно поэтому банальности говорить не буду еще раз до свидания всех вам благ с вами была галина кунашева